Мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня так называемый век глобализации, век духовного нравственного разложения общества, человека, незнакомого со своими корнями, легко обезличить. Сегодня, когда мы имеем большую русскоязычную диаспору, армянин, незнакомого с историей своего народа, с историей своей церкви и его учениям, легко переманить чужую павство. И поэтому, прежде чем продолжить ряд духовно-нравственных наставлений, мы решили поговорить также об армянском народе, армянской церкви. И тем самым, по мере возможности, хоть как-нибудь помочь армянам диаспоры противостоять многим вызовам. Не потерять свое духовное, как и национальное «я». Помочь понять сущность этого «я», помочь понять миссию, которая возложена на наши плечи самим Господом Богом, и со всей ответственностью взять ее на свои плечи опять. Дорогие братья и сестры, для многих мир полон случайностей. Но, как нам кажется, случайностей не бывает. Как говорил Господь, что даже две птицы, продающиеся на рынке, не упадут на землю, если на то не будет воли самого Господа Бога. Вот именно об этих, так называемых, случайностях, связанных с армянским народом, мы хотели и поговорить. Многие читали или слышали об истории Хайка и Белла. Белла – это был библейский Немрод, который восстал против Господа и решил построить Вавилонскую башню. А Хайк был потомком Ноя, сына его Иоафета, который, как говорит историк Моффсес Холинации, не соединился с Немродом и вернулся в земли своих праотцов. Какие это были земли? Господь, когда создал землю в одном из уголков земли, поместил рай. Через многие века, когда был всемирный потоп, Господь спасает Ноя со своей семьей в Ковчеге. И это в Ковчег пристает горе Араратской. Вскоре Ноя со своей семьей спускается на землю, в долину Араратскую, и делает первую жертву, жертву благодарения Господу Богу. Вот это место, где сошел Ноя со своей семьей, будет названо Нахичеван. Нахичеван означает первое место обетования. Вот именно эту землю, землю, где был создан человек, землю, где человечество обрело вторую жизнь, Господь дал народу армянскому. Эта земля по имени нашего праотца будет названа Хайком, или Арменией. Вскоре Немрут пойдет войной против Хайка. Хайк победит его. И в этой борьбе генетике армянского народа будет заложен дух война. Дух война, который всегда будет противостоять злу или тьме. Пройдут года, и, к сожалению, наш народ армянский отойдет от Бога, истинного Бога, и повернется к чуждым Богам, начнет поклоняться чуждым для нас Богам. Пройдут века и столетия. На землю придет Спаситель. Придет Спаситель, и начнет проповедовать Слово Божие, и исцелять людей, творить чудеса. В это время царем Малой Армении был царь Авгарь, который был болен, и, слыша чудеса, творимые Господом, исповедует его Богом или Сыном Божиим. И в письме просит, чтобы Господь пришел в Малую Армению, он говорит, хоть она и мала, но красивая, и даст часть ее самому Господу, и просит, чтобы тот исцелил его, и послает посланникам Господу. Святой Моффсис Холинаци в своей истории говорит, что слазная Евангелие от Иоанна говорит, что посланцы, которые посылают Авгарь, описаны в Евангелии, где, говорит, язычники пришли и просили увидеть Господа. Господь отвечает письмом, что он не может прийти, но пошлет своих учеников. И вот были художники, которые хотели слесовать ли Господа, но не могли. И Господь берет этот холст, преподносит к лицу, его лицо отпечатывается на этом холсте, и эта икона будет названа нерукотворным спасом. Икона, и посланник, и письмо возвращается к царю Авгарю. Когда распяли Господа, наш царь Авгарь собирает войско, чтобы пойти в Иерусалим и наказать евреев. Но римские правители не пускают его. И вот проходят времена, когда Господь вознесся на небеса, то посылают апостола Фадея в Малую Армению, чтобы проповедовать Слово Божие. В Малую Армению он идет, ему дают копье, которым пронзили Господа Бога, и миро, которое благословил и осветил наш Господь. Вот это миро и копье он берет и идет в Малую Армению, где крестит царя Авгаря и его семью. Вот это будет первый царь, первый царь, который поверил в Христа. Этот царь, как говорит Господь, блаженный, верующий, но не увидевшийся. Не увидевший, но верующийся. И вот этот царь примет христианство. Дорогие братья и сестры, это будет второй царь. Аминь. Аминь.